В эфире правовая программа «Дежурная часть» рубрика «Внимание! Розыск». Сотрудниками Управления МВД России по Ненецкому автономному округу разыскиваются лица, совершившие преступления. Трудов Василий Владимирович. Дата рождения 26 ноября 1983 года. Уроженец города Наринмара. Гуков Евгений Евгеньевич. Дата рождения 17 августа 1982 года. Уроженец города Наринмара. Личутин Юрий Андреевич. Дата рождения 19 января 1991 года. Уроженец города Наринмара. Зарегистрированы по адресу город Наринмар. Ненецкий автономный округ. Улица 60 лет Октября. Дом 6. Квартира 6. Карпова Нина Васильевна. Дата рождения 25 апреля 1955 года. Уроженка села Полухи Холмогорского района Архангельской области. Ранее проживавшая по адресу город Наринмар. Ненецкий автономный округ. Улица Ваучейского. Дом 14. Квартира 30. Зарегистрированная по адресу город Архангельск. Проспект Ломоносова. Дом 154. Квартира 62. Мельгуй Андрей Михайлович. Дата рождения 10 сентября 1970 года. Уроженец деревни Инянка. Минского района Белорусской АССР. Наврузов Ибрагим Гасан Аглы. Дата рождения 11 марта 1972 года. Уроженец республики Азербайджан. Город Начихивань. Хавлиев Давлатали Миралиевич. Дата рождения 1 июля 1997 года. Уроженец республики Таджикистан. Кетлер Иван Иванович. Дата рождения 11 ноября 1993 года. Уроженец села Новый Бор Уст-Сылемского района. Республики Коми. Сафаров Фердавс Дилшодович. Дата рождения 2 ноября 2002 года. Уроженец республики Таджикистан. Также полиция округа разыскиваются граждане пропавшей без вести. Посековский Сергей Владимирович. Дата рождения 10 сентября 1967 года. Уроженец города Хмельницкий Украинской СССР. Зарегистрирован по адресу Республика Коми, город Воркута, поселок Заполярный. 12 сентября 2012 года пропал без вести в районе Вашутинских озер Ненецкого автономного округа. Лысун Сергей Адамович. Дата рождения 14 февраля 1961 года. Уроженец и житель города Воркута, Республики Коми. 12 сентября 2012 года пропал без вести в районе Вашутинских озер Ненецкого автономного округа. Терентьев Василий Иванович. Дата рождения 14 апреля 1949 года. Уроженец деревни Смекаловка Ненецкого автономного округа. 2 августа 2013 года Терентьев около 12 часов ушел из дома в деревне Пылемец и до настоящего момента его местонахождение неизвестно. Хинирин Яков Федорович. Дата рождения 30 сентября 1951 года. Уроженец поселка Харута, Ненецкого автономного округа. 19 июля 2013 года ушел в направлении избы Егор Вань, расположенный в 45 километрах севернее от поселка Харута, Ненецкого округа. И до настоящего момента его местонахождение неизвестно. Валей Василий Васильевич. Дата рождения 17 января 1969 года. Уроженец поселка Харута, Ненецкого автономного округа. 19 июля 2013 года ушел в направлении избы Егор Вань, расположенный в 45 километрах севернее от поселка Харута, Ненецкого округа. И до настоящего момента его местонахождение неизвестно. Рочев Дмитрий Валентинович. Дата рождения 15 июля 1972 года. Уроженец поселка Харута, Ненецкого автономного округа. Ушел в ночь на 20 августа 2013 года. В 7 километрах к северо-востоку от поселка Харута. И до настоящего момента его местонахождение неизвестно. Немчинов Алексей Николаевич. Дата рождения 25 апреля 1991 года. Уроженец деревни Бакур Ижимского района Республики Коми. Который 4 сентября 2013 года ушел из чума, расположенного в 7 километрах от Саратаюзского месторождения Ненецкого округа. И его местонахождение неизвестно. Енов Леонид Алексеевич. Дата рождения 22 мая 1949 года. Уроженец Кировской области Бабрининского района. Который 2 сентября 2014 года ушел из избы, расположенной в районе реки Куи. И его местонахождение неизвестно. Приметы. Рост 175-180 сантиметров. Худощавого телосложения. Волосы седые, имеется залысина. Также имеется седая борода. Был одет. Бродовые сапоги темно-зеленого цвета. Темные брюки, возможно, от энцефалитки. Куртка камуфляжного синего цвета. Вязаная шапка черного цвета. Логийский Григорий Юрьевич. Дата рождения 26 ноября 1985 года. Который 29 ноября 2014 года вместе с Тайбарей Павлом Алексеевичем выехал на снегоходе из избы, расположенной в 30 километрах от поселка Варнак в сторону поселка. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Был одет. Шапка спортивная черного цвета. Зимний камуфлированный костюм зеленого цвета. Тайбарей Павел Алексеевич. Дата рождения 17 апреля 1975 года. Который 29 ноября 2014 года вместе с Логийским Григорием Юрьевичем, который выехал на снегоходе из избы, расположенной в 30 километрах от поселка Варнак в сторону поселка. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Был одет. Зимняя куртка и штаны синего цвета со светоотражающими полосами в районе груди. Тетеревлев Альберт Антонович. Дата рождения 27 июня 1941 года. Уроженец поселка Тапседа Ненецкого автономного округа. Который 25 апреля 2015 года на снегоходе убыл к месту работы Большой гусенец. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы. Рост 160-165 сантиметров. Худощавого телосложения. Волосы короткие, седые. На одной из кистей имеется татуировка аза. Валейская Ольга Николаевна. Дата рождения. 7 мая 1971 года. Уроженка города Наринмар Ненецкого автономного округа. Которая около часу ночи 23 августа 2015 года на моторной лодке из поселка Варнак Ненецкого автономного округа выехала вместе с Тайбарей Максимом Геннадьевичем. Дата рождения. 15 июля 1988 года. Находящиеся на расстоянии около 7 километров от поселка Варнак визбук жителям вышеуказанного поселка. Около 10 часов 23 августа 2015 года Валейская и Тайбарей выехали на моторной лодке от мыса Дьяконов в направлении поселка Варнак и до настоящего времени в поселок не вернулись. Тайбарей Максим Геннадьевич. Дата рождения. 15 июля 1988 года. Уроженец поселка Каратайка Ненецкого автономного округа. Который пропал вместе с Валейской Ольгой Николаевной. Сметанин Вячеслав Вячеславович. Дата рождения. 4 августа 1980 года. Уроженец поселка Амдерма Ненецкого автономного округа. Который 20 августа 2016 года в ночное время выехал на маломерном судне зеленого цвета «Магелланд» местонахождения неизвестно. Последнее местонахождение пропавшего 20-25 километров от поселка Амдерма Нао восточное направление. Был одет. Куртка короткая, кожаная черного цвета, джинсы синего цвета, туфли черного цвета, кожаные без шнурков. На безымянном пальце левой руки имелось обручальное кольцо. Безумов Максим Николаевич. Дата рождения. 18 августа 1980 года. Уроженец деревни Коткино Ненецкого округа. Который, находясь в районе одной из изб в районе Урдюжского озера, в 50 километрах восточной от села Коткино Ненецкого округа, 17 сентября 2016 года в вечернее время ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Был одет. Шапка спортивная, демисезонная. Куртка, пиджак серого цвета. Камуфляж тряпичный. Свитер, рубашка. Сапоги болотные. Футболка белого цвета. Шерстяные носки. При себе имел сигареты, спички, складной нож, мобильный телефон. Канев Андрей Владимирович. Дата рождения. 5 апреля 1973 года. Уроженец и житель села Ижма Ижимского района Республики Коми, который 16-17 сентября 2017 года, находясь в тундровой местности в районе озера Колва Ненецкого округа, выехал на оленье упряжки в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Был одет. Шапка вязаная, спортивного черного цвета. Куртка камуфлированная, бордового цвета. Под курткой была одета еще однокожанная куртка, под которой была кофта с капюшоном синего цвета. Брюки черного цвета, термосапоги короткие. При себе имел нож с прорезиненной рукоядью серого цвета. На конце рукояди имеются буквы КАВ, что означает «инициалы». Коняков Алексей Петрович. Дата рождения 14 марта 1978 года. Уроженец и житель села Несь Ненецкого округа, который 1 февраля 2012 года в дневное время из села Несь Ненецкого округа выехал в тундру на оленье упряжки в район Толстый нос, расположенный в 30 километрах восточнее от указанного населенного пункта и до настоящего времени его местонахождение не установлено. В день исчезновения находился в состоянии алкогольного опьянения. Пропавший работал пастухом в 4 бригаде СХПК НО Канин. Золотухин Виктор Васильевич. Дата рождения 30 апреля 1960 года. Уроженец города Изяслав, Украинская ССР. Зарегистрированный по адресу поселок Искателей Ненецкого округа, улица Поморская, дом 3А, квартира 12. 4 мая 2012 года ушел из балка, находящегося на территории 18-го Соренбойского месторождения, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Был одет. Шапка спортивная черного цвета. Куртка ХБ синего цвета. С задней части имеется надпись БКЕ. Джинсы темного цвета. Ременюк Анатолий Иванович. Дата рождения 17 августа 1954 года. Уроженец станции Шмаковка Приморского края, проживающий по адресу город Наринмар, Ненинский округ, улица Совхозная, дом 1, который 28 мая 2012 года в дневное время выехал на маломерном судне в сторону нежилой деревни Сопка, расположенной в 30 километрах от города Наринмара. Вверх по течению и до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последующем лодка Ременюка была обнаружена. Был одет. Кепка темного цвета. Куртка балоневая, камуфлированная, темно-зеленого цвета. Брюки балоневые, камуфлированные, темно-зеленого цвета. Особая примета. На правой руке отсутствует половина безымянного пальца. На кисти левой руки имеется татуировка с надписью Наташа. Филиппов Игорь Иванович. Дата рождения 1 мая 1991 года. Уроженец села Устюса Усинского района Республики Коми. Зарегистрированы по адресу село Устюса Республика Коми улица Пушкина дом 9, который 12 сентября 2012 года пропал в районе Вашутинских озер Ненецкого округа. По имеющейся информации Филиппов утонул, находясь внутри вездехода в одном из озер. Кокин Дмитрий Милентьевич. Дата рождения 6 августа 1960 года. Уроженец села Ома Ненецкого округа. Проживающий по адресу село Ома Ненецкий округ улица Садовая дом 4, который предположительно пропал в 20-х числах октября 2018 года в районе Нижняя Чищеница на расстоянии около 10 километров от села Ома. Шубин Михаил Елисеевич. Дата рождения 19 сентября 1948 года. Уроженец и житель деревни Верхняя Пеша Ненецкого автономного округа, который в 20-х числах октября 2011 года из деревни Верхняя Пеша ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Особая примета – отсутствие правой руки по локоть. Был одет. Шапка спортивная без загиба серого цвета. Ветровка с капюшоном черного цвета. С полосками серого цвета. Брюки джинсовые. Рубашка с пуговицами. Носки шерстяные красно-коричневого цвета. Обрезанные пробковые сапоги утепленные черного цвета. Тейбарей Никита Олегович. Дата рождения 1 февраля 1993 года. Уроженец поселка Каратайка Ненецкого округа, проживающий в поселке Варнак Ненецкого округа, который из поселка Варнак 11 ноября 2011 года выехал на лодке в море и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Особая примета – на кисти левой руки имеются шрамы от порезов ножом. Лаптандер Афанасий Никитич. Дата рождения 22 января 1978 года. Уроженец поселка Кара Ненецкого автономного округа, который 29 августа 2019 года, находясь на месте выпаса оленей в тундровой местности на расстоянии около 80 километров от поселка Усть-Кара Ненецкого округа, ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы. Вид около 40 лет, среднего телосложения. Волосы прямые, короткие, черного цвета. Особая примета – на среднем пальце правой руки отсутствует половина ногтя и имеется след от отморожения. В левой части ушной раковины отсутствует небольшой кусок размером с полсантиметра сантиметр. Был одет. Шапка спортивная черного цвета. Куртка длинная синего цвета. Свитер вязанный, полосатый, синего цвета. Брюки сине-голубого цвета, сапоги резиновые, короткие, черного цвета. Кожевин Семен Алексеевич. Дата рождения 15 сентября 1957 года. Уроженец деревни Адзвавом Интинского района Коми АССР, который в послеобеденное время, 17 октября 2019 года, находясь в поселке Харьевер Ненинского округа, выехал на лодке «Казанка» по реке Колва на рыбалку. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Лодка пропавшего была обнаружена 18 октября 2019 года, в 6 километрах вниз по течению реки Колва от поселка Харьевер. Приметы. На вид 60-65 лет, худощавого телосложения. Рост около 170-175 сантиметров. Волосы седые, средней длины. Был одет шапка темного цвета, джемпер шерстяной с молнией до груди, куртка летняя темно-синего цвета, трико синего цвета, сапоги пробковые серого цвета. Мамонтов Михаил Николаевич. Дата рождения. 13 февраля 1978 года. Уроженец села Ома Ненинского округа, который 24 ноября 2019 года, в вечернее время, двигаясь на снегоходе Тайга-Варяг 550 в сторону острова Кирпичный, пропал, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. 28 ноября 2019 года снегоход Мамонтова был обнаружен на дне реки Печуров-Полынье, в трех километрах от города Наринмара. Приметы. На вид около 45 лет, средней полноты. Рост около 165 сантиметров. Волосы короткие, светло-русого цвета, славянской внешности. Особая примета. Под правым глазом имеется деформация глазного века. Был одет. Ватные штаны темно-коричневого цвета, на подтяжках. Джемпер темного цвета на молнии. Сапоги пробковые темно-зеленого цвета. Куртка черного цвета на молнии, утепленная. Шапка-ушанка черного цвета. Зотов Павел Васильевич. Дата рождения 28 марта 1962 года. Уроженец поселка Индиго Ненинского округа, проживающий в поселке Ваучейское, который 22 мая 2020 года в 7 часов утра вышел из избы, расположенной около 20 километрах от поселка Ваучейское в неизвестном направлении. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Особая примета. Дефект правой ноги хромает. Был одет. Шапка спортивная, вязаная черного цвета. Куртка черная, сапоги бродовые, зеленого цвета. Латышев Роман Александрович. Дата рождения 24 июля 1985 года. Уроженец города Наринмар Ненинского автономного округа, проживающий в селе Ома, который 28 августа 2020 года уплыл на лодке в сторону деревни Чупова, собирать ягоды и грибы. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Был одет. Шапка серая, куртка оранжевого цвета, брюки серые, темные кроссовки. Бакуров Эдуард Петрович. Дата рождения 25 марта 1964 года. Уроженец Республики Украина, город Донецк. Зарегистрированный по адресу город Воркута, Республика Коми, улица Суворова, дом 25, квартира 39, который 29 января 2021 года в вечернее время на снегоходной технике с целью охраны объекта и занятия рыбалкой был доставлен в один из рыбацких балков, расположенный в 75 километрах от города Воркута, в районе озера Воркаты на территории Ненинского округа. При выявлении подозрительных лиц гражданам рекомендуется обратиться к участковому полномоченному полиции, в дежурную часть УМВД или в отдел уголовного розыска. Контактный телефон отдела уголовного розыска 8-818-53-426-42 или 4-21-40, а также 6-00-45. Телефон доверия 4-21-52, анонимность гарантирована.